Добрый день, с вами канал Michael Chess и сегодня мы разберем тему реализация материального преимущества ферзь против слона в окончании. Так, в этой позиции все довольно просто. Выходим пешками, выпускаем ферзя, нападаем на вражеские пешки. Самое главное не подставить ферзя под бой. Ну а так, впрочем, все довольно очень просто. Давайте начнем с хода d2, d4, открываем дорогу ферзю. Черный ходит b6 и открываем дорожку еще ферзю. Давайте c4, чтобы наш ферзь мог выйти в любую сторону. И давайте пойдем c5. Нам выгодно получить открытые линии, по которым ферзь будет врываться в лагерь черных. Итак, мы ходим c5, нападая на пешку b6 и давайте одну пешку мы разменяем. Давайте пешка по н4 под боем, поэтому мы ходом d5 ее защитим. А теперь все довольно просто. У черных есть одна слабая пешка на b6, которую мы сейчас и заберем. Поэтому мы пойдем в ферзь b3, нападая на пешку b6, которую черные уже не могут защитить, потому что ферзь намного сильнее, чем слон. И поэтому мы просто начинаем объедать вражеские фигуры. Никаких шагов давать здесь не нужно, нужно просто съесть вторую пешку. И опять все, как и в предыдущем примере, ферзь против коня. Пешки идут в ферзи. У нас две проходные пешки на линии а и на линии b, которые мы будем продвигать вперед. Давайте начнем с хода b4. И пешка стремительно просто идет вперед. Давайте пойдем на f5, f3, ничего не зевая. Размен так размен. Наша пешка на d5, которая стоит, очень хорошо сковывает черного короля, поэтому мы ее хорошо защитили. И наша пешка идет к цели своей. Ферзем, пытаемся прогнать слона. Черный король, видите, упирается, пытается защитить слона. Но у нас есть еще и вторая проходная пешка, которая решит судьбу партии. Мы просто ей ходим вперед, a5. Следующий ход a6. И, как видите, слону даже деваться некуда. Все настолько печально в этой позиции для черных, что проигрывают они тут довольно быстро. g3. Ну, давайте так, чтобы ничего не зевнуть. Мы заберем все-таки эту пешку. Отойдем ферзем, освободим дорогу нашей пешки, чтобы она тоже превратилась в ферзя. Превращаемся во второго ферзя. Ну, а теперь можно даже не реагировать на черную пешку. Наша задача объезд черной пешки и быстренько поставить мат королю. Самое главное, это не поставить мат в этой позиции. Итак, давайте мы заберем пешку на e7. И тут уже мат пару ходов. Да, мы просто даем шаг. Ну, и мат в один ход. Двумя ферзями не обязательно ставить линейный мат. Можно поставить, например, вот такой вот симпатичный мат ферзи g8. Да, все довольно просто. Самое главное, не ставить ферзя под бой. Ферзем выходим, нападаем на вражеские пешки и легко обыгрываем соперника. Так, всем спасибо за внимание. Ставьте лайк, кому понравилось. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока.